шалом дорогие друзья после некоторого затишья мы продолжаем разбирать откровение от иоанна хотим закончить мы пока приблизительно на середине и сегодня мы в 12 главе ну и рады что вы с нами в оазис студия пожалуйста поддерживайте нас вашими молитвами и вашими лучшими пожеланиями всегда это приветствуется 12 глава на мой взгляд одна из самых интересных и по крайней мере более-менее понятных о чем здесь говорится в откровении как я уже говорил и повторюсь откровение в некоторых вещах это аллегория сложно понять какому времени относится это пророчество или к месту когда мы живем времена вот когда все накаливается или это было слово которое было обращено к верующим до разрушения второго храма есть разные идеи на эту тему и те и другие имеют под собой вескую причину быть верными но наверное как всякое пророческое слово оно актуально актуально тогда актуально 100 лет назад 500 тысяч лет если актуально сегодня разумеется и основная цель его это утвердить нас в нашем уповании на господа бога чтобы мы могли для наших души для нашей души напитывать себя богобоязнью страхом господним как написано в притчах ибо страх господин начала мудрости чтобы мы могли понимать что господь бог воздвиг нам спасителя ешуа который пришел не на пустом месте а на основании тех великих обетований пророчеств которые были даны нашим патриархом еврейским патриархом аврааму и цхаку якову позднее моши позднее давиду пророки говорили на эту тему много и откровение это как бы заключительная часть библейского откровения которое предупреждает время коротко как она коротко вопрос широкий уже 2000 лет она коротко но есть такое понимание быть готовым когда-то еще рассказал интересную притчу про умных и неумных невест у которых было масло небо что за масло по всей видимости это не какие-то дары это исполнение того что господь говорит нам исполнять и вот откровение это опять подтолкнуть нас чтобы мы были чувствительны к ситуациям которые происходят в мире и чтобы мы могли свою жизнь настраивать на заповеди туры и нового завета заповеди которые господь бог открыл нам через моши и в последние дни открыл нам через своего возлюбленного сына ешуа и исполнение наша прилежность в том что мы хотим быть людьми лучшими добрейшими с открытым сердцем исправляя исправляемые исправляющие других это то чего требует нас господь и поэтому когда мы видим вот эти вот некоторые странные вещи ангелы там потрясение воздуха всего мы не понимаем до конца душа наверное наша что-то чувствует но по крайней мере мы в этом мире становимся более чувствительными но опять повторюсь 12 глава более менее понятно и по крайней мере мне так кажется и я хочу предложить вам этот разбор и явилась на небе великое знамение жена облеченная в солнце под ногами и луна и на главе ее венец из 12 звезд ну я как бы даже не сомневаюсь это образ израиля когда-то когда рос иосиф помните его пророческие сны которые так поставили в неловкую ситуацию его отца он говорит что я и мать поклонимся тебе помните звезда и солнце солнце и луна поклонились мне и 12 этих зерновых снопов стояли у него братья его 12 колен израилевых я не сомневаюсь что здесь здесь говорится про израиль она имела во чреве кричала от боли и мук рождения то есть далее идет разговор или расклад или пророчество или аллегорическая картина о рождении машиаха в еврейском понимании машиах должен прийти в двух случаях первый случай когда народ очень готов то есть народ как бы поднялся на определенный духовный уровень и вот приходит машиах чтобы чтобы принести избавление чтобы доставить лучшую благодать в другой ситуации машиах приходит когда народ не готов и эта ситуация боли когда что-то не складывается он прорывается к сквозь мучительную пелену и напряжение и неприятие и когда здесь мы читаем она имела во чреве кричала боли и мук рождения здесь пророчески слово нам говорит что не будет ситуации когда машиах придет когда народ готов почему потому что к сожалению это наша земная ситуация народ никогда не готов но он приходит когда есть ослабевание когда есть потеря когда есть упадок и мы читаем в евангелиях очень интересно еще приходит и я пришел не для здоровых от чтобы вообще здорово я пришел к больным я пришел чтобы избавить и сайя 53 глава говорит на ту же самую тему что все вы блуждали как овцы кажется обратился на свою дорогу и он пришел чтобы искупить нас и все это муки рождения сама та идея когда господь ешуа приходит и отдает самого себя в жертву за грехи своих братьев своего народа это уже боль и вот здесь аллегорически женщина у которой 12 звезд на голове то есть эра цесра из израиль не рецесра а израильский народ что это на самом деле комбинации народа и земли и веры все вот это кричит от боли потому что нуждается в том чтобы господь дал ответ и ответом является машех и другое знамение явилась на небе вот большой дракон я читаю третий стих семью головами десятью рогами и на головах его семь диадим хвост его увлек с неба третью часть звезды поверх на землю дракон сей стал пред женою которого надлежало родить дабы когда она родит пожрать ее младенца ну эти стихи два стиха 3 4 требует более подробного разбора если мы предположим что дракон это дьявол а это дьявол по всей видимости стоит против бога и его планов я не думаю что это совершенно уж такое еврейское понимание темы почему потому что в еврейском понимании тела темы дьявол это один из инструментов творца которые используют его чтобы созидать то или другое но в данном случае это тоже может быть дьявол которым бог испытывает ситуацию с израилем и вот атака врага на божьего сына возможно здесь можно запараллелить эту идею с тем моментом когда еще идет в пустыню и происходит проходит испытание дьявола и дьявол хотел пожрать младенца то есть испытывает этого молодого человека претендующего на пост машеха чтобы испытать и указать ему его место но мы знаем евангельскую историю и прошел еще это испытание и вышел на другую сторону пустыни облечены в силу духа и готовым к тому чтобы искупить свой народ а что это за идея хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю здесь вопрос интересный конечно и на эту тему есть самые различные толкования одно из таких толкований что что это происходило какая-то война на небесах и не война между дьяволом и творцом а как бы распределение структур я попытаюсь описать это немножко наверное образнее господь бог как бы восседает как глава правительства и под ним находится целый ряд министерств как в любой стране там министерство финансов и дел обороны науки прочее 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 культуры развития и и разные и вот над одном из таких министерств был посажен люцифер написано несколько мест одно в исае одного языки или рассказывающую интересную историю как вот ты был царь тирах отсидел или ходил среди светистых огней эдема некоторые говорят это просто человеке говорится возможно это говорится только человеке но интерпретировать можно и так и по другому я лично согласен с такой интерпретацией которая говорит что это да говорится о помазанном херувиме который был поставлен одним из божественных министерств чтобы прославлять чтобы возвеличивать чтобы делать какую-то непонятную нам до конца работу на небесах служение не то что бог там сидит на небесах вот хвалите меня но сама суть этого хвалы она наполняет все миры какой-то гармонией и написано из-за того что он прелестился богатством своей властью избрал другой путь этот момент мы можем понять в свете одного из новозаветных текстов который говорит в посланиях павла сказано что в доме божьем есть сосуды к чести не к нечести есть одни сосуды для доброго употребления другие для злого и это символизирует людей или любые существа которые сотворил творец которым предназначена какая-то участь то есть на самом деле от начала все для добра предназначены но потом один говорит нет я хочу другой путь это не значит что станешь свободным своем пути бог все равно использует тебя но уже как дурной сосуд потому что весь мир весь все мироздание она принадлежит творцу то есть когда люцифер до своего падения служил там в этом министерстве что он был тем который наполнял всю вселенную каким-то словословием был добрый сосуд и господь использовал для этого а потом он раз и переметнулся и тогда господь и вот он хочешь идти этой дорогой иди такое случается очень часто с людьми мы помним историю сава и якова двое имели хороших родителей тех же самых родителей имели колоссальный пример от своего деда по всей видимости эвер был жив они учились у него писанию этого но и сав говорит нет я пойду другим путем и пошел и стал с человеком полей аналогия сегодняшним уличным человеком человек который развивался на улице название этой улице мы знаем первая хананейская или вторая хананейская то есть учился у своих соседей и как надо говорит послание евреям стал блудником да не нашлось то есть из избрал другой путь и вот здесь этот вот дракон тот падший люцифер он испытывает младенца и и почему там семь голов и как понять вот это вот что не там 10 рогов но на эту тему есть самое самое я не хочу вдаваться в там в гематрии и в прочее по всей видимости абсолютное зло семь голов семерка это абсолют совершенство семерка может абсолютировать добро и может абсолютировать зло десятью рогами и на головах его 7 диадим я не знаю как истолковать эти места точнее можно придумать все что угодно и вот мы видим как он атакует младенца и родила 5 стих израиль рождает израильский народ рождает младенца мужеского пола которому надлежит почти все народы жезлом железным и восхищено было дитяю к богу и престолу и то есть аллегорически мы можем понимать что во первых этот сын давида сын марии усыновленный иосифом из вифлеема тот которого писание называет сыном божьим про которого было столько пророчеств на самом деле деле его статус это не только быть царем израиля его статус возглавить весь мир потому что он победил он искупил он поставлен на высочайший престол и здесь написано ему надлежит пасти все народы жезлом железным это какое-то силовое то есть железным жезлом по суд непокорных к сожалению мы понимаем то что в мире много непокорности и она будет достигнута не то что господь об колено ломает человека но когда человек избирает для себя злой путь то зло которое он избирает часто ломает человека и здесь аллегорический жезл железный и в один день этот младенец мужеского пола ешуа он вернется на землю его сядет царем царей и восхищено было летяю к богу и престолу его но мы про это понимаем что после крестной смерти восхищено дитя было к богу и воссела на престоле а жена убежала в пустыню где приготовлен для нее место от бога чтобы питали 1260 дней 1260 дней я понимаю что это образ это как бы три с половиной года или это 1260 лет или 42 месяца но по-разному мы можем понимать эти вещи и самые различные толкования не давать и какие-то будут спекулятивные какие-то правильные а возможно все будут спекулятивные кстати 42 месяца почему 42 или три с половиной года почему 42 интересно что в туре предподносится число 42 как 42 остановки которые совершил израильский народ по пути из египта в обитованную землю то есть я понимаю это не какой-то срок а это какие-то периоды готовности для израильского народа когда она была в изгна который был в изгнании после разрушения второго иерусалимского храма который скитался в среде народов пустыня народов потому что пустыня это место сухое и хоть во многих народах израиль как бы жил очень успешно в духовном плане это пустыня вне народа вне своей страны или под угрозой ассимиляции и написано что это был также план божий господь приготовил для этой жены для израильского народа быть в рассеянии чтобы с одной стороны повлиять на народы с другой стороны подвергнуться влиянию народов на себя и для того чтобы произошел какой-то и внутренний и внешний плод и внутри самого израиля большее раскрытие большая доверенность богу и определенное влияние на народы и положительное и отрицательное седьмой стих и произошла на небе война михаэль и ангелы его воевали против дракона и дракону и ангелы его вылева воевали против них но не устояли не нашлось уже для них места на небе и низвержен был великий древ дракон древний змей называемый дьяволом и сатаною обольщавший всю вселенную низвержен на землю и ангелы его низвержены с ним опять-таки этот вопрос немножко непрост случились ли эти вот вещи в момент когда ешуа родился потому что как бы хронологически как бы одно накладывается на другую или здесь автор видит какую-то общую картину это война на небе которая вообще была когда-то совершилась или возможно это после того как ешуа вознесся на небо на самом деле что для нас это решает ничего для нас это не решает кроме каких-то логических заключений и практически чего мы можем с этого понять что на небе произошла война и там одно из министерств которое восстало против творца возглавляемая люцифером который стал сатаною против него был направлен другой высокопоставленный божий посланник михаэль и была война михаэль по традиции библейской еврейской является покровителем израильского народа и возможно он противостоит ангелу потому что в этом херувиму помазанном который стал люцифером потому что тот стоит против жены которая есть израиль и михаэль защищает свой народ но как результат дьявол древний змей и ангелы с ним соединившиеся треть какая-то с огромного числа этих небесных существ низвержены в ту область духовную область которая наполняет человечество и вот здесь они находятся чтобы обольщать чтобы искушать людей многие считают что вот этот момент конкретный он вообще произошел между быть между написанием между стихами первым и вторым первой книги библии бытия то есть там где написано что брошит барай луги вначале бог сотворил небеса и землю земля же была там написано пустына и дух божий витал над землей и поддается такому критическому анализу этот текст и говорят так как господь бог мог чего-то созидать чтобы оно было хаосом пустынно и безвидно он всегда совершает что-то сотворяет что-то совершенное возможно это была какая-то щель в творении когда произошла вот эта война это совершенное что уже было сотворено сатан и ангелы его упав в эту область физического творения просто нарушили разрушили разломали и потом божий дух как бы опять возвращается и витает над землей вкладывая в нее опять способность произвести жизнь и про способность стать местом для человеческого обитания но эти вещи мы понимаем только частично и должны сказать что факт что сатан и зло высвобождена в этом мире поэтому есть целый ряд проблем ненависти поэтому есть целый ряд проблематичности которые случаются в нас в людях возникают самые разные вещи казалось бы мирная ситуация вдруг накаляется и два человека становятся врагами мы должны разуметь что есть этот дух обольщающий искушающий испытывающий нас и именно в этом должно быть наше понимание важности пребывать на стороне света на стороне той в которую ввел нас творец как написано в колоссянах он который через своего сына взял нас из тьмы и вел в чудный наш свет то место более защищенное но даже в том месте мы часто проходим через самые разнообразные испытания и как важно убывать на милость и благодать господа бога 10 стих и услышал я громкий голос говорящий на небе ныне настало спасение и сила и царство бога нашего и власть мяши их а его потому что низвежен клеветник братьев наших левитавшим них пред богом нашим день и ночь ну здесь как бы интересно на небе то есть с небес убран возмущавший клеветник больше не присутствует на небесах но где он присутствует сегодня ну наверное на земле сейчас для тех небесных жителей это приятно но нам это не очень но по крайней мере знаем что сила его клеветы предстоящая или приходящая пред божий престол намного ослабла потому что он уже не так близко к престолу божьему ну по крайней мере вот так можно понять этот стих и я продолжу читать я повторю 10 и 11 стих потому что в них есть и услышал я громкий голос говорящий на небе ныне настало спасение и силой царства бога нашего и власть маши их а его потому что низвежен клеветник братьев наших клеветавши на них пред богом нашим день и ночь с другой стороны можно сказать что власть маши их а спустилась на землю но так ли это сегодня так ли это сейчас но может быть в каком-то формате да потому что хоть и сегодня на творится целая масса беззаконий все-таки мы знаем что есть элементы божественного царства которые разрушили то то проклятие вавилона которая окутала землю после вавилонской башни и сегодня много людей намного более трезво смотрят на жизнь и на устройство мира по крайней мере таких мерзостей которые мы читаем в истории танаха которые происходили между народами по крайней мере эти мерзости сегодня осуждаются наверное где-то они есть но они по крайней мере осуждаются и здравые более-менее люди удаляются от этого пускай не все из этих людей реально верующие вешуа но как говорят сегодня в мире 22 миллиарда людей которые веруют у господа бога и его маши их а ну это значительное количество людей и даже сказано они эти верующие победили дьявола кровью агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти здесь как бы интересная вещь и мы должны понять что сказано здесь то не мантра наша вера в искупительную жертву машеха жизнь наша не только слова но жизнь наша уверен что когда это слово свидетельство правильнее бы даже было бы сказать двор а давар это не только слова это вещевое жизнь наша и не возлюбили души свои даже до смерти то есть это называется противостояние эгоизму и тогда в твоей жизни осуществляется победа счет читаем дальше итак веселитесь небеса обитающий на них горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол сильной ярости знаю что немного ему остается времени но поэтому уже сказали там полное царство господа здесь противостояние хотя внутри людей ибо царство небесное внутри вас есть но есть много противостояние мы живем когда же дракон 13 стих увидел что неразвержен на землю начал преследовать жену которая родила младенца мужеского пола и даны жене были два крыла большого орла чтобы она летела в пустыню свое место от лица змея и там питалась в продолжении времен времени времен и пол времени опять мы как бы возвращаемся в этой же самой главе к тому моменту когда дракон противостал хотел пожрать младенца но тот был избавлен и тогда он опять обращается чтобы губить жену а жена улетает в пустыню если бы израиль остался тогда здесь вне рассеяния возможно был бы стер с лица земли и рассеяние в среду народов избавляет еврейский народ об уничтожения хоть некоторые говорят наоборот рассеялись ассимилировались и исчезли но мы знаем что история повторяется когда израильский народ был мал числом и жил своей земле но потом уходит в египет там расплодился размножился хоть где-то морально сильно ослаб но и в этом был план господа бога и выводит его господь здесь та же самая история и произошло великое рассеяние которое привело определенные плоды но когда приходит полнота времени продолжаются какие-то события и пустил змей спасти свои след с жены воду как реку чтобы увлечь ее рекою но земля помогла жене и разверзла земля уста свои и поглотила реку которую пустил дракон и спасти своей ну здесь как бы мы видим вражду сатана против еврейского народа некоторые говорят сатан не любит верующих в ешу абсолютно но мы понимаем что евреев он не любит очень сильно и здесь земля раступилась ну даже природа возможно помогает катаклизм какой в жизни еврейского народа было не раз когда готовились против какие-то мероприятия и погромы еще что и случались какие-то катаклизмы ну тоже пуримская история тоже история избавления советских и чешских евреев от ссылки в биробиджан когда могли бы подвергнуться массовому истреблению история но расписывать подобные истории чудесным образом когда он стали номер этот умер и были остановлены целые ряды про то есть какие-то вещи могут происходить даже естественным образом и происходят вот такие вот и рассвилипел дракон на жену если я очень интересный стих и пошел вступить в брань с прочими от семени и и сохраняющий заповеди божии и имеющие свидетельство ешуа машеха интересно и рассвилипел дракон на жену то есть на израиль и пошел чтобы вступить в брань с прочими от семени его и и и то есть евреями но здесь качество вот этой группы евреев оговорены они сохраняют заповеди божии обычно под словом заповеди божии подразумеваются заповедь торы и имеющие свидетельство ешуа машеха то есть та часть евреев которые верят в ешуа но исполняет заповеди торы что интересно сегодняшний мессианский иудаизм это в большинстве своем представлен людьми из семени жены время которые говорят и говорят не только для себя для израиля но говорят также всем христианам заповеди торы абсолютно актуальны и имеющие свидетельство ешуа машеха потому что мы верим в спасение через ешуа машеха и вот даже этот стих в какой-то мере оправдывает нас потому что дракон старый змей сатан очень не любит вот эту вот комбинацию когда евреи соблюдают тору и веруют в ешуа машеха значит а мы понимаем что он не любит больше то что больше по крайней мере хотя бы направлено в сторону истины поэтому мне жаль тех людей которые начинают публично и не публично осуждать других за соблюдение заповедей торы говорят зачем нам эти еврейские корни зачем эта глупость вся мы уже вышли это заторвались от израиля друзья почитайте что здесь написано стихи говорят сами за себя ладно мы будем заканчивать но идея здесь очень понятно в мире противостояние в мире существует израиль он абсолютно вовлечен в разные ситуации мира вот жена представлена здесь из нее происходит машех спаситель над всеми но не только машех происходит из жены из израиля также семя ее сохраняющие заповеди торы и верующие в господство и превосходство машеха ешуа я хочу чтобы все мы могли понимать важность этих вот слов и вот этого выражения ешуа когда-то сказал кто любит меня заповеди позже соблюдет и этим будет видно что возлюбил меня я хотел бы пожелать всем вам любить господа бога любить его заповедь и быть благословенными от ним желаю вам этого и благословений из студии уазис медиа будьте с нами шалом друзья до встречи следующий раз миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv